В Херсонской области Украины совершено нападение на одно из крупнейших предприятий страны. Неизвестные, одетые в камуфляжную форму, ворвались на территорию местного ликероводочного завода и открыли огонь по его работникам. Есть пострадавшие. С места событий Анна Конюкова. Группа неизвестных попыталась штурмом захватить административное здание коньячного завода агропромышленной фирмы «Таврия» в Новой Каховке. Как сообщил директор завода Александр Сидоренко, накануне вечером около 150 человек, не предоставив никаких документов и объяснений, проникли на территорию предприятия, они протаранили автобусами ворота и ворвались в помещение, где располагались кабинеты руководства и бухгалтерия. На заводе в это время дежурила группа сотрудников, но оказать сопротивление нападавшим им не удалось. Во время штурма, по словам очевидцев, нападавшие открыли стрельбу из огнестрельного оружия и применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. И с той и с другой стороны есть раненые. Количество пострадавших, называется от 30 до 50 человек, сейчас уточняется. Слезоточивый газ, дубинки, били женщин, я видел тоже, сам получил. Я только не понял, чем или камнем, или дубиной тоже пострадал. И они женщин травили газом при мне, видели. Была это приготовленная операция. Сотрудники милиции ночью блокировали и задержали группу захватчиков, и сейчас они дают объяснение работникам МВД. Имейте при себе запрещенные предметы какие-то для ношения. Какой пистолет? Резинка. Где находится он у вас? Вот сумка. Разрешение есть? Да. Покажите пистолет. Аккуратненько, по-моему. Вот этой сумки? Да, я его не применял. Конфликт между собственниками фирмы Таврия длится уже несколько месяцев и заключается в том, что контракт с нынешним директором заканчивается в сентябре, а сотрудники завода отказываются допускать на территорию новое руководство. Ситуацию на заводе взял под личный контроль министр МВД Украины Луценко. Он заявил, что без исполнительной службы никто не имеет права врываться на территорию завода и ко всем, кто действовал вне закона, будут приниматься соответствующие меры. Анна Конюкова, телекомпания НТВ, Новая Каховка, Украина.